Всем привет! Идем встречся. У меня сегодня косичка, поэтому не очень видно, какой длинный волосы. Но я просто с утра была на работе, поэтому не могу ничего показать. Но сейчас вот идем, я вам даже покажу свою дорогу по пути в салон. Итак, идем. Это такой небольшой переход между домами. Впереди парк наш. У нас сегодня был очень сильный дождь. И я даже боялась, что я не смогу пойти постричься, но дождь закончился. И сейчас даже солнышко выглядывает немножко, и поэтому даже так ничего. Ну вот у нас тут ресторан, очень, кстати, популярный. Но сейчас в нем никто не сидит, потому что на улице сыро. Ну, видимо, люди просто не хотят. Так, вот там впереди такая вот большая коробка. Это фонтан в виде одуванчика. Вот, но он пока закрыт. Еще на летний сезон фонтана нас не открыли. Вот это очень красивый район. Вот это, кстати, дом, вот передо мной, который за деревьями сейчас поближе покажу. В нем живет очень много русских, русскоговорящих бабушек и дедушек. Они по вечерам тут, когда тепло, сидят на лавочке. Или вон там, вон в парке. Я надеюсь, что вам видно. Это вот как раз они все русскоговорящие. Поэтому, если иногда мне бывает скучно, я могу пойти с ними поговорить. Вот он, этот русский дом справа. Мы его сейчас проходим. И впереди вы можете видеть небоскребы нашего города, Миннеаполиса. Мы на самом деле уже почти дошли в мой салон. Еще, наверное, осталось минут пять идти. Ну, я так покажу просто по мелочи, что где растет, что где у нас есть. Такие вот у нас улицы, такие у нас дома. Мне кажется, я сюда еще не ходила, еще видео не делала. И вот еще немножко поближе уже небоскребы видны. И вон там здание с такими треугольными крышами. И это университет Святого Томаса. Там, вот это, по-моему, только юридическая академия. И есть еще бизнес-школа. То есть вот только эти две ветки. А остальное, оно расположено, по-моему, в другом части. То ли Миннеаполиса, то ли Сейнт-Полла. И вот он мой салон, как раз где написано Аведа. Туда мы и идем. Все, меня подстригли. Ура, ура. Завели сегодня, она меня накрутила. Обычно я накручиваю волосы на круглую расческу. Но сегодня я попросила, я говорю, давай завей меня на плойку. И она меня завела. Смотрите, такие у меня кудряшки. Вот. В общем, я сейчас иду домой по парку. Я знаю, что у меня есть уже какая-то традиция. После того, как я снимаю, сделаю стрижку, я иду и снимаю видео для вас у нас в парке. В общем, сегодня я не одна, не ночью, но в парке. Поэтому я для вас решила снять небольшое видео. Немножко покажу нашу живность, расскажу, что у нас тут живет, цветет и так далее и тому подобное. Вот там сидят утки в засаде. Сейчас мы посмотрим, насколько близко мы можем к ним подойти. Не думаю, что очень близко, но таки это они у нас красивые. Все, побежали от меня. Так что не буду я их больше терроризировать. Здесь у нас площадка для баскетбола. Очень часто здесь играют в баскетбол, ребята. Очень много. А вон там вот под деревом копошатся белки. И я не знаю, наверное, мы не получится увидеть зайца. Вот, но вы уже этих зайцев видели кучу. В общем, она идет ко мне. Она думает, что я сейчас что-то дам покушать. Надо подсокать так языком. Ну, в общем, ладно, пусть бежит, потому что я ее обманывать не буду. У меня ничего нет. Значит, тут вот площадка детская, кстати, очень классная. В Америке детские площадки там либо песочные, они либо такой, знаете, как... Как называется? Господи. Щепки, как щепками. Но они мягкие, то есть без... Как называется? Без занос. Вот, смотрите, я же нашла, тут валяется. Значит, это журнал Watch Tower. Это журнал иеговистов. Это эти свидетели иеговы. Так что, кто из вас свидетели иеговы, извините меня за мое отношение к вам. Но такое вот оно уж у меня не очень хорошее. Вот, смотрите, какая веселая, классная площадка. Видите, там даже качельки есть. Тут у них небольшой бассейнчик. Вон там, вон сверху, где ограждение. Там, вон люди ходят, наверное, смотрят, что за дурочка с телефоном. Ну, я как обычно. Вот это наш прудик. Извините, наверное, немножко шататься будет в видео. Я не очень... Не очень трезвая. Нет, на самом деле я трезвая. Мне ничего особенного сегодня не наливали. Так, давайте посмотрим, что здесь написано. В общем, в честь Чарльза Лоринга, который любил деревья и был энтузиастом. Вот. Ну и тут написано, что Не знаю, что это за слово. Не спрашивайте меня. Я знаю английский язык, но не все слова в нем. Мне кажется, американцы даже не все знают слова в английском языке. Поэтому я как-то особо не переживаю по этому поводу. Тут, наверное... О, кстати, тут воды мало в бассейнчике. Наверное, там специально есть сток, потому что сегодня так много воды было. И вообще на этой неделе было очень много воды. Вот видите, тут, кстати, написано правило, что родители отвечают за своих детей, что нельзя носить обувь или шлепки в самом бассейне. Кушать или пить ничего там нельзя. Собак не пускать, стекло не бросать. На, как называется, на велосипедах или на роликах не кататься. В общем, бегать нельзя, нырять нельзя. Но тут в такое не нырнешь. Ну и так далее. Ну и если что, звоните в 911. Тут туалеты, кстати, общественные. В него мы не пойдем. Я боюсь. Я не знаю, что там увижу в этом туалете. Мало ли что. Вот. Вон там вот еще одна площадочка для детей. То есть там уже домики. Вообще в Америке площадки для детей, они созданы для детей разного возраста. То есть есть, например, площадки для детей от 5 до 12 лет. Есть площадки для детей, например, там от... Как это называется? Там для маленьких самих. Вон там еще одна белка поскакала. Вот, идет ко мне. Ты думаешь, что я тебе что-то дам покушать? Нет, дорогая моя, ты не права. Смотрите на нее, как вышагивает. Она сейчас на меня набросится и меня съест. Бу! Нет, ну она просто решила прийти со мной и подружиться. Нет. Вот такие вот у нас белки. Вот так вот тут улица выглядит. Ну вы уже видели, где я живу. Вон около той высокой этажки у нас домик наш стоит. Кстати, на машинах, вот видите такой знак желтенький, 7, 15, 12. Чтобы парковаться специально в этой зоне, то есть на определенных отведенных улицах, нужно обязательно иметь такой стикер на машине. Если у вас этого стикера нет, вашу машину отвезут, отвезет эвакуатор. Ну, в общем, просто реально у меня у подружки знакомая, у нее у бойфренда машину так забрали, куда-то отвезли. Ну, понимаете, когда вашу машину эвакуируют за то, что вы нелегально запарковались, то это стоит очень дорого. Вы заплатите, наверное, 260, а то иногда и 300 долларов. Я помню несколько лет назад, когда я была в Балтиморе в штате Мэриленд, просто ездила туда на выходные к подруге, когда я еще жила в Нью-Джерси. Тому у ее молодого человека тоже машинку эвакуировали. Пришлось платить 300 ваксов. Ну, он был сам виноват, потому что он водил машину в пьяном виде и запарковал ее. Ну, там специально около дома был такой подъезд. Ну, подъезд, в смысле, не как подъезд, куда заходит, как в России подъезд, а просто как можно было подъехать, вот в этом смысле. Ну, и это, забрали машину. 300 баксов пришлось платить, и он ее только вообще на следующий день забрал. А еще иногда здесь надевают на машины такой, он называется бут по-английски. Это как ботинок, но это такая рамка, а не рамка, а как это называется, ограничитель. Вот, в общем, вы с этим бутом тоже никуда не уедете. Кто любит Симпсонов, может, вы видели в одном из эпизодов Симпсонов, так Гаммер делал. Вот, ну, пойдем по этой стороне улицы. Вот, вот, видите, у нас машина запаркованная на южной, на северной стороне, то есть здесь парковаться можно. Некоторые улицы можно парковаться только на одной стороне. Вот, также для жительниц Соединенных Штатов Америки, девчонки, кто меня смотрит, кто живет в США, не забывайте, что у меня на блоге проходит конкурс, гивауэй, мы совместно с одной из создательниц магазинчика онлайн, Polish Boutique, мы с ней разыгрываем такой классный-классный браслет. Вот, поэтому я надеюсь, что вы заглянете ко мне на блог. Спасибо вам огромное всем за внимание, за просмотр и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok